Добрый день! Здравствуйте! Сегодня с вами приготовим очень лёгкое печенье, которое не потребует много продуктов. Начинка уже готовая, потому что это халва. На столе у нас, как видите, один желток, масло, сахарная пудра, вода, ванилин, мука и щепотка соли. Халву пока уберём в сторону, начнём готовить тесто. В тесто размешаем все сыпучие продукты. Это мука, ванилин, разрыхлитель. Все ингредиенты будут описаны под видео. И сахарная пудра. Сахарная пудра нам понадобится всего 2 ложки. Это в тесто. И всё. Ну и сверху посыпем. Если хотите, посыпайте. Если нет, то, конечно, это на вашу смотри. Теперь всё растираем. Масло, конечно, должно быть комнатной температуры. После того, как растёрли, нам надо добавить жидкость. Это вода, щепотка соли и один желток. Можете сделать два желтка. Можете вместо воды добавить сметану или кефир. Опять же, это зависит от вас. Всё. Теперь заливаем жидкость и дальше месим наше тесто. Тесто должно быть чуть-чуть тугое. Это, я говорю для того, чтобы вы не подумали, что это мягкое тесто такое на печенье рассыпается, которое нет. Оно чуть-чуть тугое, чтобы вы его могли раскатать. Раскатали в пласт. Берём халву. И вот так можно, отщипывая полосочками, положить рулончик. Или же в микроволновой печи чуть-чуть подогрейте. Раскатайте вот такую колбаску или рулетик. Я делаю большой. Вы можете, если на стол подавать, то его надо делать нежным, красивым. Я, чтобы было видно хорошо и чтобы не отнимало очень много времени, как видите, вот так, один раз накрываем тестом и всё. Теперь возьмём ножик и отрежем этот кусочек. Очень хорошо эти печенья давать детям в школу. Они не рассыпаются, не ломаются. Питательные. Ребёнок будет сыт. Вот так вырезаем, отрезаем вернее. Потом прищипываем края и наши рулетики вот такие готовы. Остаётся только отрезать их. Вот таким образом надрезаем. Не бойтесь. Ничего. Просто до конца не отрезаем. До половиночки или одну треть. И отрезаем. Вот такие пальчики у нас получились. Можно придать вот такую форму. Если делаете какую-нибудь другую начинку, тогда надо оставать чуть-чуть промежуток вот такой, когда вы загибаете, чтобы ваше тесто чуть-чуть как бы закрылось с концов. Когда халва, халва не вытекает. Она остаётся такая, как есть. Но какая-то другая начинка может вытекать. Ну что, понравилось? Выпекаем 175-180 градусов 15 минут. Вернее, смотрите, чтобы оно чуть-чуть подрумянилось. Всё, печенье готово. Сверху посыпали сахарной пудрой и вперёд. Пить чай со знакомыми, с друзьями, с подругами. Если понравилось видео, ставьте лайки. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Я всегда рада общаться с вами. А пока хочу попрощаться с вами. Пожелать вам крепкого здоровья, любви, счастья и всех-всех благ. Дай Бог вам удачи в жизни. Чтоб всегда звучал смех в вашем доме. А пока, пока-пока.